Доброе утро, дорогие братья и сестры и сочувствующие! Сегодня у нас с вами 1 Иоанна, 5 глава и 14-15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Чрезвычайно интересные стихи. Не во всех местах Писания мысль о том, что мы получаем просимое, выражена так ясно. Но давайте по порядку. Во-первых, мы здесь видим, что Бог желает, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы просили чего-то у Него и может быть даже все. Здесь написано, что когда просим, чего по воле Его, то есть вот просим чего по воле Его, то есть просим чего, ну значит, в общем-то, чего просим, то и получаем, так скажем. Он слушает нас. То есть мы видим, что Он желает, чтобы мы обращались к Нему. Мы видим, что Он слушает нас и в этом должно быть наше дерзновение. Я, собственно, начинаю по порядку. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему. То есть Иоанн пытается нас поддержать, нас, своих читателей или слушателей, пытается поддержать в том, что Господь хочет, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы не боялись обращаться к Нему, что наша смелость, как раз таки, дерзновение здесь написано, наша смелость как раз таки и заключается в том, чтобы мы помнили, чтобы мы вот вооружившись мыслью, что мы получаем то, чего просим, Он слушает нас, нас, чтобы мы продолжали молиться, молились, как написано у Павла, молитесь непрестанно и так далее, так далее. Ну вот, то есть первая мысль, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему. Вторая мысль написана, что Он, ну, которую я хочу обозначить, не вторая по счету, по порядку, но по моей концепции, Он слушает нас. Это тоже очень важно помнить, потому что слишком многие люди начинают себя убеждать, другим говорить, думать так, считать, что Бог нас не слышит, что мы вот тут вот на земле, Бог на небе, Бог там в своих небесных сферах свои невестные высокие решения принимает, а мы тут на земле сами выгребаемся как можем. Вот, то есть слишком часто у людей такая мысль, даже у верующих, она приходит и она не бывает изгнана из человеческого сердца, человек начинает ее думать, начинает как-то жить с ней, принимать ее, думая, что это, ну, где-то как-то похоже на правду. Ну, основной аргумент, естественно, как же объяснить то, что Бог не отвечает на молитвы. Ну, не отвечает, значит, не слышит. Логика простая. Если всемогущий Бог, если Бог может все, а я прошу, и Он не делает, ну, значит, он не хочет это делать, да, или не слышит. То есть, ну, ну, по поводу не слышит, вот это полная ложь. Вот, может быть, какие-то вещи он не хочет делать, это верно. По поводу хочет, не хочет, естественно, у нас с вами знаменитое вот это место Иакова, послание Иакова. Ну, здесь Бог, вернее, ну да, Бог через Иакова достаточно четко определил, обозначил, он говорит, откуда, это Иакова, 4 глава, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Первое. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Второе. А чтобы употребить для ваших вожделений. И дальше он развивает мысль про дружбу с миром. То есть, если мы просим чего-то, исходя из нашей дружбы с миром, ну так вот, как здесь написано, исходя из нашего неправильного сердца, то Бог, в общем-то, может и не ответить. И тогда это не потому, что Бог не может, но потому что мы просим для наших вожделений. Вот. Здесь написано, что когда просим чего по воле Его, очень важная оговорочка, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Ну и, конечно же, здесь многие люди видят обещание, не вдумываясь, не вглядываясь в этот стих, обещание, что Бог ответит на любую молитву, что Бог даст все, чего бы мы ни попросим. Я думаю, что такая мысль происходит и с вообще в целом направленностью мысли следующей, что есть категория людей или такое мышление, что человек в Писании ищет такую, знаете, кнопку, нажимая на которую, он получает все, что хочет. То есть, какой бы такой молитвой помолиться, чтобы помогло. Или, Бог, давай я вот сейчас вот буду хорошим, а потом уж как помолюсь, помолюсь, и ты мне все дашь, что мне нужно. Или, там, человек ищет того, кто может так вот сделать. То есть, отсюда возникают какие-то там специальные люди, да, вот Бог мне не отвечает, а вот пастору, он вот точно ответит. Или, там, какому-нибудь не пастору, какому-нибудь там далекому, но очень помазанному проповеднику в нож. Прям вот он такой помазанный, помазанный, что вот прям вот если я ему скажу, попрошу за меня помолиться, там вот вообще прям все будет. Вот, я-то так себе, да, вот непонятно, что за человек. Бог, может, меня и не слышит совсем, а уж если он помолится, то вот точно все исполнится. Очень ущербное мысление, на мой взгляд, так уж, если по-честному, очень жалкое. Потому что мы видим за ним опять желание получить любой ценой, ну, может быть, не любой ценой, но вот получить то, чего человек хочет. Не спрашивая, хочет ли это Бог. Понимаете, вот беда-то в этом. Вот эту идею по поводу того, что, как нужно молиться, очень хорошо выразил Павел в филиппийцах. Сейчас открою. Тоже известный стих, изумительный, мне тоже нравится. Ну, не в том смысле, что некоторые стихи в библии мне не нравятся, но некоторые нравятся особенно. Филиппийцам, 4 глава, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вот, если закончить здесь, то опять вот это мышление, про которое я говорю, оно, конечно же, сразу же продолжает эту идею. И что, и я получу все, что Бог, что все, что я хочу, вот Бог прямо все мне даст, да? Вот я открываю желание пред Богом, и Бог мне все даст, так? Здесь написано, 7 стих, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И если человек заражен таким мышлением, то 7 стих его разочаровывает. Чего? Какой мир? Подожди, стоп. Ты мне скажи, Бог даст или не даст? Вот, тут у вас рассуждение о каком-то мире, там, помышление соблюдет и так далее. Ты вообще о чем, да? У меня нога болит. То есть, Бог меня исцелит или нет, ты не скажи. Скажи мне прямо, пастор. Вот. Но, Бог уберегает нас от такого мышления, на самом деле. Смотрите, ведь такое мышление в своей основе имеет что? Имеет какое-то необоримое желание сделать все, как мне хочется. Исполнить мою волю. Но мы призваны на этой земле исполнять волю Божью. И вот этот стих, на самом деле, показывает, как нам прибыть в этой воле Божьей. Как нам эту волю Божью, ну, как минимум, понимать, знать и следующий шаг исполнить. Смотрите, он говорит, оставьте, не забудьтесь ни о чем. Не парьтесь, грубо говоря, да, простите за просторечие. Не переживайте слишком много. Не заполняйте свое сердце суетой. Не забудьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, смотрите, Бог опять хочет, чтобы мы молились, чтобы мы обращались к Нему. Чтобы мы открывали пред Ним все желания. Это не то, что есть какие-то плохие желания, есть хорошие желания. Ну, понятно, если человек хочет кого-нибудь там, ну, отомстить кому-то, понятно, что это против воли Божьей. Но даже это Бог говорит, открывайте свои желания, открывайте. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. То есть, смотрите, вот этот путь поможет нам прибыть во Христе, прибыть в Его воле. И пред Его лицом, когда мы открыты перед Ним, когда мы не стесняемся говорить ни о чем, когда мы доверяем Богу все наши желания, все наши какие-то там переживания и так далее. То перед лицом нашего Создателя, перед лицом нашего Творца, перед лицом Его святости, Его любви и доброты, мы в Его свете, другими словами, в Его свете, в свете Его Слова, мы сами будем видеть, какие желания Богу угодны, а какие нет. Какие желания, за что стоит молиться, а что, в общем-то, не есть воля Божия, как вот я говорил. Бывают моменты, когда хочется мстить, например. Но если мы придем к Богу с этим желанием и честно Ему расскажем, ну как Давид, обратите внимание, у него есть достаточно жесткие стихи в псалмах. Он говорит там, порази врагов моих в ланиту и так далее. Это вот такой какой-то мягкий перевод, смягченный, ланита какая-то, порази врагов моих. Ланит – это щеки. Другими словами там написано, Бог, дай им по морде. Бог, дай им, пожалуйста, в лицо просто, стукни им в лицо, чтобы прям вот слюни забрызгали. Понимаете? Давид достаточно жесткие слова говорил, но он говорил их Богу. И я верю, что в свете Божьей святости все эти слова, ну Давид понимал, что пожалуй нет. Ведь на самом деле он молился так горячо, ну такой, понятно, южный парень. Но мы видим его невероятное терпение по отношению к Саулу. То есть я думаю, что вот эта открытость и позволила ему соблюсти его, ну Бог соблюл его сердце в нем, в Боге. И это позволило ему не убить Саула, когда была возможность такая, не проклясть его, не остановить своих людей, которые хотели тоже как-то Саулу повредить. Понимаете? То есть вот она, картинка. То есть да, Давид иногда говорил достаточно горькие или жесткие слова, или слова, о которых мы думаем, ну елки, как он мог вообще, да? Но его жизнь, его поступки доказывали, что он был в воле Божией. Вот примерно такая схема. Поэтому смотрите, возвращаясь к Иоанну, вот эта схема здесь и обозначена, что чего просим по воле его, он слушает нас. А если он слушает нас, то он сделает так, как мы просим. И это опять, возвращаясь к самой идее молитвы. Молитва это не об исполнении нашей воли. Как бы так Бог помолиться, какие бы слова такие специальные сказать, чтобы ты, Бог, сделал, чего я хочу. Но молитва это не о том, чего я хочу. Молитва это о том, чего Он хочет через нас. Понимаете? И поэтому-то Бог и говорит. Давайте понимать, Бог нас слушает. Это диалог. Это разговор с тем, кто тебя любит. И с тем, у кого есть намерения относительно твоей жизни. И в свете Его лица наши сердца будут успокаиваться перед Ним. И повторюсь, мы будем видеть, что от Бога, а что не от Бога. За что продолжать молиться, а что мы будем вынуждены признать. Ну да, пожалуй, не надо, не стоит идти этим путем. Но с другой стороны, если мы понимаем, что чего-то просим по воле Божьей, то давайте не будем унывать и дожидаться, когда Отец наш ответит, даст нам просимое. Вот здесь уже, да, здесь уже наша надежда и наша надежда, что Господь все сделает, как нужно, как полагается, в соответствии с Его волей. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, молиться, научи нас исполнять Твою волю. Аминь. Да благословит Вас Господь.